Александр и Анна Красновы Познакомились супруги еще во времена учебы в педагогическом вузе города Арзамаса Нижегородской области. Встречаться как пара, говорят, начали только на пятом курсе. Поженились через три года. В Муравленко приехали в 2017-м, когда старший сын Антон собирался в первый класс. Я общая северянка. Я родилась и выросла в Тазовском районе в Гастале. Всю школу я там закончила, уехала уже учиться на землю. Тогда было принято уезжать учиться. Все уезжали, я уехала тоже. Почти два года назад в семье произошло счастливое пополнение. Забот у многодетной мамы стало больше, как и поводов для радости. Два старших сына, гордость, а потом маленькая дочка на радость. Прям мечта. А получилось как-то все само. Наверное, бойтесь своих желаний. Они имеют возможность сбываться. Давай, ходи куда-нибудь. Ставь фигурку. А вот это кто, дочь? Кто это? Иго-го. Иго-го, лошадка, да. Маленькая Маринка – девочка серьезная. В свои неполные два года уже твердо знает, чего хочет. Теперь и она – постоянная участница городских конкурсов. В этом году примерила наряд «Снегурочки» для участия в костюмированном конкурсе детских колясок «Автокроха» на День города. Все мероприятия, которые посвящены семье и развитию детей, мы стараемся все посещать. Эту приятную, улыбчивую женщину с двумя любознательными мальчишками и маленькой дочкой на руках нередко можно встретить на городских мероприятиях. Она не ограничивается стенами квартиры и детскими площадками. Считает, главное – дать детям как можно больше. Конечно, у меня есть больше свободного времени, чтобы заниматься детьми. И большое желание заниматься детьми. Я не сторонник того, что дети должны сидеть в свободное время в телефоне и в любых гаджетах, в компьютере, телевизор даже тот же. Мы стараемся их умеренно нагрузить дополнительными всякими занятиями. Ну и общественные мероприятия тоже, конечно, если дети не будут участвовать. Успехи детей во многом заслуга мамы. С незаметными, на первый взгляд, ежедневными усилиями, терпением и ответственностью. Я заводил интернет вот это вот. Полностью вопрос? Да. Переформулировать, может быть, было бы проще. Старший сын Красновых с отличием окончил начальную школу. Успешно занимается спортом. С пяти лет хоккеем, с семи – настольным теннисом и шахматами. В этом году отправится на губернаторскую елку в Салихард. И это отдельная гордость родителей. Было очень приятно, очень гордо, что его оценивают так высоко, что он это заслужил. Чувствуешь того, что предложил руку к такому событию. Она меня, можно сказать, заставляла олимпиады всякие делать, чтобы у меня было большое портфолио. Ну, доброе, когда надо, она может наругать, но это все, чтобы, ну, я был хорошим. Давай, думай, 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 думай. Переменяемся. Шестилетний Илья тоже увлекается шахматами. В пять лет освоил самостоятельно с помощью компьютерного тренажера. Сегодня успешно занимается на отделении шахмат в спортивной школе. И как-то Илюха, вот средний сын, он более самостоятельный, он более усидчивый. Ему иногда, наоборот, не нужна ничья помощь, он будет заниматься сам. Хоть настольными играми, хоть какими-то, ну, вот сейчас в музыкальную школу он пошел с сентября, вот он занимается сам. Сам научился читать. Мы его не учили, он просто слушал, у него была азбука там, это самое, и он так вот складывая, он уже читает. Он сам научился играть в шахматы, потому что он включал тренажер и старательно выполнял все упражнения. У меня шахматы – это вообще такой где-то космос, который непостижимый. Он научился сам, он играет, теперь уже папу обыгрывает. Успехи детей красноречиво говорят о том, что гаджетами в их жизни места мало. Родители разрешают поиграть только строго ограниченное время. И только в том случае, если уроки сделаны, а домашние обязанности выполнены. Если старшему час-полтора, самое большое на игры, то младшему только 20-30 минут. И то не каждый день, потому что врачи не советуют, и глаза очень садятся у детей, и нервы портятся заметно. Поэтому мы это ограничиваем, стараемся занимать другими видами деятельности. Как в любой семье, и у Красновых без споров воспитывать детей не получается. Если хочешь быть добренькой, хорошей мамой, да, можно разрешить, и они будут довольны. Но не значит, что это им принесет так много пользы. О Красновых можно рассказывать долго. Они неоднократные участники и призеры различных городских конкурсов. Сама многодетная мама не раз заслуженно становилась победителем в номинации «Родители года» во второй школе, где учится старший сын. Итак, абсолютным победителем становится семья Красновых. После представителей семья лучше всю семью прятать сцену подняться. Весной этого года семья была удостоена Гран-при городского творческого фестиваля «Мы вместе». Победу принесли кулинарный конкурс и участие в спектакле «Сказка о Мите», поставленном в рамках фестиваля. Роль бабы-яги Анна Ивановна сыграла блестяще. Говорит, работая в детском саду, не раз приходилось примерять на себя этот сказочный образ. От кого гостиница? От моей мамы Василиса Тимофеевна. Так что ж ты сразу не сказал? Так стало быть, ты мой родственник, а я тебя сварить хотела. Отдельное место в жизни детей Красновых занимают бабушки и дедушки. Родители Александра живут на земле. Летом внуки часто гостят у них. А это сад, огород, свежий воздух и оздоровление. Привет, контракт! Контракт хороший! Контракт хороший! Иди сюда, иди мой хороший! Все, смотри! Иди сюда, иди сюда! Падешь, давайте на землю! Иди сюда! Да! На, иди сюда, иди, иди сюда! Вот, идет, идет, Марина, идет! Давай, папа! Мама Анны – педагог дополнительного образования Центра детского творчества Надежда Потехина. Для внуков не только классическая бабушка. Она не только балует своих внуков какими-то вкусняшками, пирогами может там испечь, но она еще и воспитанием занимается очень серьезно. Книги почитать, что-то с ними позаниматься дополнительно обязательно. И бабушка всегда поможет. Педагог с 40-летним стажем Надежда Васильевна активно помогает внукам развивать их познавательные, интеллектуальные и творческие способности. Вынимай аккуратненько. Вот так вот. На, вот это вот поставь. Посмотрим, что это такое. Какой там номер? 76-й. С такой бабушкой можно смело отправиться и в пир, и в мир, и в далекое путешествие, убеждена дочь Надежды Васильевны. Она всегда готова выйти с нами на любое мероприятие, в театр. На концерт, погулять даже просто с внуками. Мы всегда ездим в отпуск вместе. Мы во всех мероприятиях, где возможность, библиотека, музеи, разные концерты, это очень интересно. Вроде, может быть, посидел бы лишний раз дома. Не, пойдем, потому что там будет интересно и им, ну, естественно, интересно и нам. Еще до приезда в Муравленко старший сын Антон начинал заниматься исследовательскими работами. На севере бабушка сразу взялась ему помогать. А давай будем изучать хомяков как раз вот оно. И вот мы начали смотреть, у каких хомяков больше всего защечные мешки. И сколько же в этих защечные мешки у них влезет семечек, сухариков, морковки. В общем, такой интересный был у него проект. Он там выступал на городском уровне. Делали интерактивную светодиодную карту нашего округа, тоже очень интересная. А потом он исследовал именно светодиоды. Вот в нашем городе, как применяются, переходят жители нашего города от обычных лампочек к светодиодным и вот таким вот к энергосбережению. То есть у нас была такая работа. Не отставал от Антона и младший Илюша. Он же у нас такой повторюшка за старшим братом. Ему тоже все интересно. И он тоже в детском садике уже два раза представлял свою исследовательскую работу. Первый раз он изучал знаки безопасности. И к ней, кстати, тоже мы ездили в Новую Ренгой с этой работой. Он был отмечен специальным дипломом, как самый маленький. Ему исполнилось только четыре года. Потом он изучал космические тела. Тоже представлял. Оно было у него очень интересно. Мы вместе с ним вся семья изучала, все планеты. Какая больше, какая меньше, какая теплее, холоднее. Ой, какие классные светы. В маленькой Маришке, как и вся семья, бабушка души не чает. Ну и, естественно, вот эта наша малышка, которая сейчас очень интересно начинает, скажем так, задавать вопросы. Ну, еще не формулируя, но уже берет книжку, открывает и... Ба-ба-ба, что здесь, что здесь, что там. То есть вот мы уже с ней начали тоже узнавать буквы, узнавать животные. Ей очень нравится приходить сюда, в живой уголок. Да, она прям в восторге от животных. Где ушки у него, где ушки у него? А, какие ушки у него? Глядя на то, как воспитывают своих детей Красновы, становится понятно. В городе подрастает поколение муравленковцев, открытое к знаниям, творчеству и здоровому образу жизни. Способное преодолевать любые невзгоды и брать пример только с хорошего. Внуки у меня замечательные, надо сказать. Замечательные во всех отношениях. И умные, и подвижные, и активные, и заботливые. Продолжение следует...